Приветствую всех, с вами канал ProMint. В этом видео покажу, что нужно делать для получения аирдропа от экосистемы Base. Очень много споров, будет токен или нет. На самом деле, изначально я не планировал делать активности в данном блокчейне, но товарищи переубедили меня, и я принял их аргументы. Хоть в проекте нет прямых инвестиций от фондов, и у них в твиттере написано, что не будет токена, меня это не останавливает. Давайте начнем с того, что Coinbase одна из богатейших и влиятельных компаний в крипте, а это подконтрольная им экосистема. Мы видим, что они развиваются быстрыми темпами. С рекордной скоростью развернулись самые популярные DeFi решения. Uniswap, OneInch, OpenSea, мной любимый пати DAO. У них был выбор между всевозможными L2 решениями, там Arbitrum, Optimism, но первым делом они добавили именно Base. И я не думаю, что это случайность. Уже видим уникальные продукты наподобие фронтэча именно в этой сети. На бумаге Coinbase и Base разные конторы, поэтому в случае проблем можем увидеть аналогичную ситуацию, как у Binance BUSD. Вроде их стейблкоин, а поднялся FAT, быстро открестились от него и указали пальцем на Paxos. Можно сколько угодно рассуждать, будет токен или нет, а риск потратить 5-10 долларов и получить ту же тысячу, ох как меня устраивает. Base может стать по-настоящему децентрализованным блокчейном, распределив токены своим юзерам, как делают это большинство L2 решений. Транзакции стоят в районе 5 центов, поэтому затраты выходят небольшие. Я буду делать примерно на 30-50% аккаунтов своей фермы. Все ссылки из видео будут, как обычно, в описании под видео. В видео на примере официального моста я покажу, как пополнить их систему Base. Копируем адрес своего кошелька и вводим с биржи OKX в сеть Ethereum Minet. Если вы хотите пополнить Base напрямую, можете вывести средства с Binance. Дожидаемся поступления средств в Ethereum Minet, подключаем кошелек к официальному мосту, вводим практически максимальную сумму, немного оставляя на газ, и перебрасываем свои средства. Транзакция стоит меньше полудоллара. Пока средства идут, при помощи сервиса ChainList добавим сеть Base в наш метамаск. Дожидаемся поступления средств официального моста. Статистику конкретно по экосистеме Base и появление новых площадок вы можете отслеживать на сайте Defilama. Большинство площадок из видео я как раз таки нашел тут. Давайте перейдем ко всеми любимым свапалкам и начнем с популярных решений наподобие Uniswap. Обмениваем наши выведенные эфириумы на USDC. Рекомендую обменить по 20-50 долларов для начала, чтобы не тратить много средств на slippage, то есть разницей между обменами. Дальнейшие свапы я буду производить на различных площадках, чтобы вы поняли, что нет ничего сложного. Подключаемся к OneInch в сети Base и обмениваем USDC на другую версию USDC, чтобы было минимальное проскальзывание. Я тут обменяю все. Чтобы видео не потеряло актуальность, вы всегда сможете зайти на Defilama в раздел DEX, выбрать сеть Base и идти по самым популярным решениям. На текущий момент топ-1 TVL Base занимает площадка Aerodrome. Подключаемся к ней кошельком и производим все различные обмены. Настоятельно рекомендую использовать площадки из списка Defilama, где еще нет своего токена, ведь очень большая вероятность, что сами площадки могут устроить какой-то дальнейший сюрприз. Даем доступ к USDC на аэродроме и если у вас недоступна данная кнопка, просто повысите проскальзывание. Если вы уж прям так сильно хотите набивать объемы на свапах, то могу порекомендовать площадку, у которой еще нет своего токена и называется она Odess. Это агрегатор, который формирует маршруты между другими свапалками, тем самым вы получаете самую лучшую цену между токенами. Как видите, тут проскальзывания практически нет, то есть сколько вы обмениваете, столько и получаете. Так же и в обратную сторону работает. Тут получаются всегда лучшие маршруты, потому что сайт агрегирует вообще всевозможные обмены внутри сети. Объемы в таком случае лучше всего набивать между стейблкоинами. Но объемы я рекомендую набивать через лендинги. Это такие же смарт-контракты, где вы гоняете свои средства, и по сути они ничем не отличаются от свапов. Тут можете не переживать. А самый главный плюс, что нет никакого проскальзывания. То есть вы отдали 1 эфириум, так же вы можете забрать ровно 1 эфириум. Нет никакой потери. Вы платите только за транзакции. И они тут довольно-таки дешевые. То есть мы сначала закинули пул, и теперь просто выводим ровно такую же сумму обратно, подписывая транзакцию. Точно такие же действия мы выполняем на АВЕ. Подключаем кошелек, проверяем, что у нас выбрана сеть Base, и кладем сюда свои эфирки. Немного ставьте на комиссию, не забудьте про это. Компаунд и АВЕ существуют довольно-таки давно, и им нет никакого смысла поощрять своих пользователей. А вот такие экосистемные новые проекты, как Moonwell, вполне могут удивить. Просто заходим, подключаемся к сайту, выглядит он довольно-таки неплохо, и так же отправляем и забираем свои эфириумы обратно. Чтобы наша активность не выглядела как полная Сибил атака, вы можете разбавлять свои однотипные действиями, какими-то свапами и прочими дешевыми транзакциями. Одни из самых дешевых транзакций в экосистеме Base, это Mint NFT на Mint Fun. Тут вы можете выставить фильтр по экосистеме Base, выбрать Free NFT и просто минтить вот такие NFT. Вы тут также претендуете на Airdrop от площадки Минфан. Данную процедуру вы можете повторить несколько раз. Комиссия за транзакцию даже не отображается, сколько тут нулей, бог его знает. Вы можете также минтить вот все различные такие NFT. Также можно заминтить дешевую NFT на официальном NFT-маркетплейсе от Coinbase. Подключаемся к кошелек и подписываем транзакцию. Дальше можем перейти в раздел Create и создать свою собственную NFT. Создание тоже выходит копейки. Дальше вы можете повторять просто действия по набиванию объема, по набиванию дешевых транзакций, перемешивать данную активность и добавлять новые площадки с сайта DefiLama, чтобы у вас все аккаунты были разные. То есть миксуйте суммы. Если вы наметили себе 50 транзакций сделать на аккаунте, то лучше сделайте их по 5 штук, но в 10 разных дней. Тем самым вы сделаете очень хорошую статистику для своего аккаунта. Также не забывайте, что внутри экосистемы строятся такие крутые продукты, как PartyDAO, где вы сразу сможете убить двух зайцев. Например, сделать активность внутри площадки PartyDAO и также проявить активность уже внутри сети Base. Это довольно-таки круто. Не забывайте, что есть крутое приложение наподобие фронтэча, где там люди то зарабатывают, то ректуются, но тоже там люди в надежде получить дроп проводят какие-то действия. Давайте посмотрим статистику моего кошелька. Заходим на Checker Vanser, выставляем сеть Base, вставляем адрес своего кошелька и смотрим всю статистику. За 10 минут я натыкал 51 транзакцию, 10 тысяч объема и потратил примерно 4 доллара. Если вы мультиакер и хотите вернуть свои объемы обратно на биржу OKX, то пока что сеть Base в депозите она не поддерживает, поэтому можете перевести в Arbitrum, после чего уже перекинуть на биржу. LeFi это у нас агрегатор, им я рекомендую воспользоваться, потому что у него нет своего токена. Выбираем лучшее решение, я немножко оставляю на комиссию для дальнейших транзакций в Base, выбираю Across, потому что он самый дешевый, и отправляю свои средства уже в Arbitrum. Если вы хотите воспользоваться технологией Layer Zero и набить там активность, можете воспользоваться также Stargate. Все, дождались средств в сети Arbitrum уже, и напрямую отправляете их на биржу OKX. Если же вы используете там мало аккаунтов, и используете биржу Binance, то можете прямо сразу отправлять в сети Base на свой адрес Binance в сети Base. Многим может показаться, что в Base уже триллион аккаунтов, и большая конкуренция, хоть это и не так. На текущий момент примерно полтора миллиона кошельков, большая часть из которых вообще не конкурентоспособна. Это кошельки, которые использовались для френдтеча, там пару транзакций и небольшой остаток, поэтому нам на них по большей степени плевать. Если сравнивать с тем же The Casing, конкуренция тут куда меньше. Я буду делать стандартные для себя критерии, это официальный мост, и кто бы что ни говорил, транзакция стоит полдоллара, за транзакцию в L1 сетке, которая везде котируется, также у вас, можно сказать, дополнительный объем на аккаунте, без какого-то либо проскальзывания. Я считаю, что полдоллара за это уж можно отдать. 100 транзакций уже внутри сети Base, в разные дни, 10 тысяч объема, и взаимодействие с разными контрактами, приоритеты отдаю площадкам, где нет токена, просто вам напомню лишний раз. Думаю, аккаунт выйдет в районе 50 долларов, если считать вывод с биржи, и официальный мост в сумме выходит где-то полтора доллара, 100 транзакций, это примерно 5 долларов, и вывод обратно на биржу через мост около 70 центов, где вы еще можете дроп от бриджа получить. В общем, я бы оценивался где-то 5 долларов аккаунт, если прям все бюджетно делать там на минфайн условном. Мне кажется, это хорошая активность, вместо одного аккаунта закосинк можно сделать 5 хороших аккаунтов Base, для тех, кто хочет купить или заказать активность топовых проектов, можете написать мне в личное сообщение. Аккаунты старка по комиссии выходят там в районе 10 долларов, а зака в районе 25. Делаю я на очень хороших условиях, пишите от 120 аккаунтов. Времена сейчас, конечно, нелегкие, дорогу осилит идущий, всем могу только пожелать удачи. Субтитры сделал DimaTorzok